Развитие сотрудничества Республики Татарстан и Узбекистана. Под руководством Руслану Калейши Минихановой за последние годы проделана большая и созидательная работа, которая будет большой базой для развития и будущего Татарстана. Пора начинать пробивать второй потолок. Цена образования нефтепродуктов. Выбросил фантик, лишился машины. Так ли это на самом деле? Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Амир Ахтямов. 11 января сортовал заключительный этап межрегиональных предметных Олимпиад Казанского Федерального Университета. В отборочном туре, который состоялся в ноябре прошлого года, свои знания испытали 22 240 ребят из 79 регионов России и 11 стран. Только 45% из них были допущены для участия в очном туре, который продлится до 8 февраля. Он пройдет в 27 городах России, в том числе и в Казани, а для иностранных граждан онлайн с использованием системы прокторинга. Победители и призеры Олимпиад будут приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по данному предмету. А иностранные граждане смогут претендовать на квоты на обучение в любом вузе России. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов встретился с хакимом Джизакской области Узбекистана Эргашем Салиевым. Как прошла встреча и какие вопросы были озвучены, расскажет Адалина Абдрахманова. 10 января в Казанском Кремле прошла встреча президента Республики Татарстан Рустама Мениханова с хакимом Джизакской области Узбекистана Эргашем Салиевым. В ходе визита были затронуты вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. Помимо визита в Республику, хаким Джизакской области посетил Казанский федеральный университет. Под руководством Рустама Мениханова за последние годы проделана большая созидательная работа, которая будет большой базой для развития и будущего Татарстана. Также на встрече президент Татарстана Рустам Мениханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами. На мероприятии Казанский федеральный университет представил Ленар Сафин, ректор вуза, который подчеркнул важность открытия филиала Казанского федерального университета в Джизаке. На церемонии открытия филиала присутствовал Рустам Мениханов, президент Республики Татарстан. Казанский федеральный университет представлял ректор КФУ Ленар Сафин. Президент Татарстана отметил, что открытие филиала в Республике Узбекистан символично, а также акцентировал внимание на том, что благодаря открытию КФУ в Джизаке у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета. Ректор КФУ Ленар Сафин сообщил, что целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета и отвечающих международным стандартам. Он подчеркнул, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки. Действительно, благодаря непосредственно вашему личному контролю и участию этот проект реализовал. Филиал разместился в здании бывшего высшего военного авиационного училища. Территория полностью соответствует заявленным требованиям. Ремонтные работы и оснащение осуществляются за счет узбекской стороны. С 2021-2022 учебного года Казанский университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана уже начал подготовку кадров на основе совместных образовательных программ по направлениям программ инжиниринг, формация и информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по данным направлениям, продолжили учебу в новом филиале. Около 30% абитуриентов были приняты на основе государственного гранта. После окончания обучения такие выпускники будут распределены в государственные организации с условием обязательной отработки не менее трех лет. Что касается преподавательского состава, то не менее 40% были привлечены из рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. В завершении встречи Рустам Мениханов и Иргаш Салиев сделали памятные фотографии, а также Хаким Джизацкой области оставил запись в книге памятных гостей Казанского федерального университета. Адалина Амдрахманова, Универньюз. Большая Семерка планирует установить два потолка цен на нефтепродукты из России в феврале. Насколько вероятно осуществление задумки и в чем ее суть, разбиралась Карина Саяхова. Страны G7 будут стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой для тех, которые торгуются со скидкой. Ввести потолок планируется с 5 февраля, и именно в этот день вступит в силу эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России. Ограничение коснется цен, например, на дизельное топливо, керосин и мазут. Вероятность того, что будет введен двойной потолок цен на нефть, очень высока, поскольку, с одной стороны, недружественные нам страны не собираются отказываться от своей санкционной политики, а с другой стороны, они опасаются, что единый потолок цен может привести к дефициту отдельных видов нефтепродуктов на их собственном рынке. Поэтому они вынуждены каким-то образом диверсифицировать ограничения применительно к различным типам нефтепродуктов. Потолок может быть разный для нефти и нефтепродуктов, поступающих по разным каналам или продаваемым и покупаемым на всякого рода условиях. Например, отличающийся ценовой предел для трубопроводной нефти и той, которая поставляется танкерами. Или для нефти, перерабатываемой на территории России и на территории других стран. В любом случае, смысл в том, чтобы, с одной стороны, ограничить возможности России зарабатывать на экспорте нефти и нефтепродуктов, а с другой стороны, не допустить дефицита соответствующих нефтепродуктов на рынках недружественных нам стран. Россия, безусловно, будет стараться обходить данные ограничения, однако это не так-то просто. Многое зависит от желания дружественных или нейтральных стран приобретать российскую нефть по ценам, превышающим установленный потолок, а также с желанием международных перевозчиков и страховщиков осуществлять доставку и страхование нефти. Это является критически важным для международной нефтяной торговли. Потолки цен на нефть влияют на российский экспорт. Где-то этот экспорт будет сокращаться в количественном выражении, где-то мы будем вынуждены идти на дисконты, скидки для потенциальных покупателей, где-то мы будем вынуждены нести более высокие логистические издержки. Так что Россия, безусловно, пострадает от потолков цен на нефть. Радикальное решение этой проблемы, по мнению эксперта, это обеспечение переработки нефти на территории России, чтобы использовать потребление внутри страны. Только в этом случае санкции против российской нефтеторговли не будут иметь никакого смысла. Карина Саяхова, Универньюс. Окурки, бытовые отходы и многое другое – это вещи, которые часто можно встретить на обочинах дорог. Это дело рук недобросовестных горожан, которые везут мусор не на установленные пункты приема отходов, а в ближайший лесок, либо выгружают прямо на проезде. Как государственная власть решила эту проблему, расскажет Алина Красильникова. С 11 января 2023 года в Административный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, которые позволяют автоматическим камерам видеофиксации выявлять выброс мусора из автомобилей. Стоит отметить, что ранее камеры работали только по нарушениям, относящимся напрямую к правилам дорожного движения. Теперь они будут фиксировать и неправильный выгруз отходов. Ранее за оставление мусора в неположенном месте были назначены наказания, и наказания эти были в финансовом соотношении очень минимальными. Новыми поправками данные наказания, то есть штрафы, они уже увеличены в десятки раз. Ранее в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации было сказано, что за мусор, выброшенный в неположенном месте, гражданина могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей. Соответствующую меру применяли за отходы, оставленные на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, курортным, лечебно-оздоровительным зонам и иным местам. Отдельной статьи о мерах наказания за выброшенный из автомобиля мусор не было. Так, российских водителей могли штрафовать на 3-5 тысяч рублей даже за сброс большого количества отходов из салона, прицепа и так далее. Увеличение штрафов за данное правонарушение в данном случае аннулирует ту самую попытку не свозить мусор на санкционированные, скажем так, установленные свалки, которые, в принципе, стоили как раз-таки, как указано в положениях, от 10 тысяч. Штрафы по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях немаленькие. Для частных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических до 200 тысяч рублей и конфискация автомобиля, как орудие правонарушения. Увеличенные штрафы были одобрены еще в июле прошлого года, но норма об автоматической фиксации нарушения вступает в силу в этом году. Законодатель предусматривает возможность складирования, так скажем, сваливания мусора в несанкционированных местах, обуславливая поднятие суммы штрафа, как раз-таки, чтобы выгода у правонарушителя, скажем так, как его риск быть привлеченным к административному правонарушению, не оказывал, а финансовые его погрешности. В данном случае, что штраф, что вывоз мусора будет соответствовать финансовым эквивалентам. Камеры будут установлены в самых популярных зонах, где россияне устраивают нелегальную свалку. После фиксации правонарушения и распознания камеры государственного регистрационного номера транспортного средства нарушителя, постановление будет направлено гражданину на почту. Есть конкретные правонарушения и определена мера наказания. И тут же в статье указано, что фиксация камер установлена только в опасных участках дороги, где фактически мусор не выбрасывает. Отсюда мнение, что должны установить камеры в проблемных местах, либо будут определенные рейды полиции. Также законодатели тут не указывают четкого определения, как будет установлена фиксация. Возможно, это будут летающие дроны и так далее. Будут ли штрафовать за окурок из окна – неизвестно. Сами авторы поправок подчеркивали, что закон был нацелен больше не на частников, выбрасывающих мелкий мусор из окон, а на водителей грузовых машин, которые организуют стихийные свалки вдоль дорог. На водителях всегда отражается любое новшество, законы. И это выражается в излишнем контроле. Но, как говорится, не нарушайте и будете ездить спокойно. Фотоловушки, повышенные штрафы, конфискация автомобилей – все это хороший способ борьбы с недобросовестными россиянами. Но действительно ли решат проблему нововведения, покажет только время. Алина Красильникова, Универньюз. На этом все. В студии была Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова